Продолжение следует... 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 Скажите, пожалуйста, а антифашисты вообще агрессивные общественные люди? Ну я бы так сказал, что они действительно не любят вот такое вот какое-то движение, человеческое движение, они вообще больше настроены на губандизм, там много, там, всякие акции проводят, там, кормят и собаки, и кошек, и ухаживают за бездомными. Это, у них внутри есть такое движение, но, конечно, они сопротивляются, когда, когда просто реально, как я говорю, что случай убийств, кто-то был, избиение и убийств были, антифашисты. Вам известны случаи, когда антифашисты? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Хотя я слышал от некоторых сотрудников Центра Э, которые, в общем-то, следят за агрессивными молодежными группами, как они считают, но вообще объединены, любые, собственно, объединены. Они говорили, что фашисты, антифашисты – это более-менее одно и то же. Я, собственно, с ними проводил профилактические беседы и объяснял, что вообще антифашисты совершенно. Это не так, это не так. И мы знаем, действительно, ни один случай убийств именно антифашистов, ни одного случая убийства нацистов молодыми людьми, которые разделяют антифашистские анарктические влияния, но я не знаю. В общем, такой вопрос у меня. Вот анархистское движение, вот анархисты, они свои акции проводят открыто, на открытых общественных мероприятиях участвуют, митинги, пикеты и так далее? Ну да, конечно. Я и сейчас их вижу в Москве на согласованных акциях со своими планами. То есть они не скрываются в какой-то там… как сказать? Ну, я так скажу, что молодежные среди вообще, особенно сейчас современные молодежные среди, конечно, все увлекаются вот интернетом, вся в основном. На предыдущих даже у меня телеграм-канал, я думаю, что многие даже судьи телеграм-канал есть, они переписываются по телеграм-каналу, понимают, что это еще какие-то случаи. Но так, чтобы параноидически, как бы, так сказать, они сбивали из себя. Ну да, они появятся из бедены, чтобы их там, может быть, нацисты, так сказать, вычисляли там. Вот. Какие-то мероприятия с того, что я понимаю, но сказать, что это подпольная какая-то организация, я не могу. Вот эти вот движения, о которых Вы сейчас рассказывали, они вообще запрещены? Нет, конечно. Слава Богу. Олег Александрович, такой еще вопрос у меня. А вот анархисты, они могут выступать за построение своего государства? Они могут выступать за того, чтобы схватить власть и управлять кем-то? У них может такой вообще идеология отблагать? Ну нет, наверное, вот поскольку я их видел и знаю, они сопротивляются тому чрезмерному насилию, который они видят, может быть, со стороны и общества, и каких-то государственных структур. Ну, конечно, у них предположение, как бы, вот как построить государство, я лично критически к этому отношусь, в смысле, что они критикуют и выступают, и я считаю, это очень важно, что они, в каком-то смысле, спасают честь, вот, нашей русской, там, или россиян, потому что была война, мы с нами все понабельные вещи не хочем говорить, погибли миллионы людей, в них борьба с фашизмом. И эти ребята прямо говорят, что мы боремся с фашизмом, поэтому спасибо, что они в действии, сопротивляются к тому, что в России не возник национализм, который легко может прирасти в русский, в российский или в русский фашизм. Вот, а так, чтобы они знали, как построить государство, мне кажется, все довольно спорно есть. Известно ли вам веганское движение, вегетарианское движение? Вижу очень много молодых людей, да, известно, но очень много молодых людей, и веган, и вегетарианцы, у меня мы тоже, и дети это пробовали, скажем так. Приемляют ли они насилие какое-нибудь? Да, в общем-то это довольно естественно, что вегетарианцы, которые отказываются именно из идеологических часто соображений, значит, не выдавлять мясо животных, так сказать, очевидно, они особенно предрасположены к, так сказать, осуждают любое насилие, любое насилие. Они часто очень неформят бездотных животных, ухаживают за ними, и так далее, и так далее. Это довольно естественно, если человек отказаться от мясного, это не то, чтобы они все были больны, они сами, надо же все сказать, сами себя ограничивать мясо, потому что считают, что человечество должно отказаться убивать животных. Спасибо, Александр, что прибыли, вы можете покинуть зал судебного заседания, где вас остаться узнали, если вы не понимаете. Спасибо. Так, пожалуйста, право защиты, еще какие-то декадации сегодня? Может, 34-й тонн? 34-й тонн.